Там, где есть дороги, не затихает жизнь. В поселке Ржава Фатерского района люди понимают это как никто. Асфальта здесь не было никогда, только грунтовка. Село, как говорят, живое, а народу здесь больше 800 человек. Почти у всех большое хозяйство, надо частенько выезжать в город. Учится и молодежь, многие в вузах Курска. Да и, как мы поняли, погонять тут любят. Ну как им без дороги? Малышей тоже почти в каждом доме по три карапуза. Понятно, что нужно добираться и до поликлиники, и за покупками. Осенью и весной сетуют местные жители. Без сменной обуви никуда. Пока дойдешь до остановки, по колено будешь в грязи. Дорога вообще была ужасная. А теперь будет эта дорога у нас хорошая. И детям моим будет хорошо в садик и близко, во-первых, ходить. Во-вторых, и можно погулять с детьми. В-третьих, можно и до асфальта, до остановки дойти хорошо. И вот, наконец, дорожники взялись за укладку почти полутора километров новенького покрытия. Рабочие будут асфальтировать и этот участок, и протянут полотно еще на полсотни домов по самой деревне. Ширина дороги будет в асфальте и бетоне 7 метров, земполотно 10 метров. Работы также проводились по благоустройству железобетонных труб, их благоустройства. И в дальнейшем будем отсыпать двухслойное щебеночное основание толщиной 32 сантиметра и асфальтобетон слоем 6 сантиметров. Земляные работы выполнены уже на 90%. Со дня на день рабочие приступят к укладке асфальта. Также в планах сделать подъезд и к местному детскому саду. Делаем мы ее качественно. Материалы поступают качественно. Закупаем мы также и для искусственного сооружения закупили все необходимое. Здесь же будет также барьерное ограждение стоять на опасных поворотах. Так что, я думаю, мы сделаем качественно и в срок. Срок сдачи – конец сентября. Полотно, обещают дорожники, прослужит много лет без ремонта и забот. По сравнению с тем, что было, конечно, небо и земля. Здесь была грунтовка, как вы видите. Вот немного детскому саду небольшой подъезд в щебеночном исполнении. И все. А так дороги нет. Много, как вы видите, здесь и молодых мам, и детей много. Почему и делаем мы дорогу к детскому саду. Благодарны. Благодарны. Все очень выражают свою благодарность. Лукавства здесь нет ни на йоту. Благодарности местных жителей действительно нет границ. Ну теперь будет дорога. Теперь живем мы. Коллеги по счастью ржавцев и жители деревни 2-я Воробьевка Золотухинского района. У них тоже большая радость. Им строят новую дорогу. Теперь ни осенью, ни весной распутиться не страшна. Мы теперь попали в князей. Дай Бог здоровья всем, кто нам помог. Да. Мы довольны. Не только мы, но и вся наша деревня рада. В семье Поветкиных младший ребенок инвалид. Периодически у мальчишки отказывают ноги. Дважды в неделю родители возят его в Курск на лечение. И так уже много лет. Поэтому дорога в деревне им была просто жизненно необходима. Зимой, представьте, как пробраться по этому снегу, а по грязи. Если дорога разладилась, мы не можем проехать. То, что у нас будет проехать, не только нам, для нашей семьи, но и для всех. У нас здесь все инвалиды. У нас на деревне осталось 5 человек. Но действительно никто никуда. Если вызвать скорую, скорая к нам не проходит. Доехали до Никулиной, остановилась скорая, все. Старшая Яночка тоже ждет новую дорогу. И не только для брата. Из второй Воробьевки до школы идти не один километр. И уж очень хочется детворе шагать за знаниями по асфальту. Когда я ходила в свою школу, иногда проходила по колено все грязные. Все сапоги заливали. Все мокрые были. Везде снег. А теперь мы хоть будем спокойно ходить и ничего не будем заливать. Пол в грязи не будем. А скоро 1 сентября же, да? Да. Я жду не дождусь уже. Чистенькие придете? Да. Ребятам, как всегда, не втерпешь. Раз уж начали строить дорогу, так подавай ее прямо завтра. Когда рабочие вечером уезжают, малышня находит применение только раскатанному песку. Нам детвора раскрыла все секреты. Когда уезжают в машину, мы берем велосипеды вместе с соседкой, соседом. Едем и катаемся по дороге. На перегонки. И просто катаемся. Здорово, когда есть дорога теперь? Да, очень. Но до асфальта еще, конечно, далековато. Работы предстоит здесь много. Ведь построить нужно 2,5 километра дороги плюс 2 моста. До первого моста будет ширина дороги 7 метров. То есть это километр от села Никулина до вот этой деревни. Это уже Воробьевка начинается. Потом за мостом она идет разветвление. К школе 500 метров дорога 4,5. Дальше от этого моста к этому мосту, где мы стоим, тоже дорогой идет 4,5 метра. Но на сторонние. Сюда заложены также разъездные карманы. Два на этом куске. И за нами, за мостом, разъездные карманы, чтобы могли дороги разъехаться. Так как дорога 4,5 метра в ширине. Грязи меньше будет. Мосты сделаете. Это будет очень хорошо. Потому что, когда несчастный случай, ни скорую, ни пожарку, ничего не вызовешь. Была дорога. Как дождик брызнул, так не проедешь. Сейчас будет хорошо с этой дорогой. Так что, молодцы, что мы вздумали делать ее. Сейчас все работы на начальной стадии. Чтобы дело ладилось, на место строительства пригласили даже протеерея благочинного Золотухинского церковного округа Петра Юрочка. Чтобы батюшка провел молебен. Когда появится дорога здесь, появятся и домики, появится благоустройство, появится жизнь. Потому что, представьте себе, здесь мостов не было, люди по кругу ездили. А сейчас два моста. Это же, мне кажется, громадные затраты. Но, мне кажется, не оправдается. Потому что самое дороже – это люди. И вот забивают первые свои. У тех, кто ждал этого всю жизнь, слезы радости на глазах. Мечты-то все-таки сбываются. Мы очень рады, очень рады тому, что это осуществляется, что вот такими хотя бы небольшими шагами, но мы движемся все-таки, народ ведем к цивилизации. И огромные слова благодарности, конечно, хочется сказать губернатору все равно. Потому что, ну, федеральная программа – это очень для нас очень значимо и очень ценно. Здесь домики все газифицированные. Поэтому дорога, газ – ну, это же просто жить. Новая дорога не только соединит две деревни – Никулина и Вторую Воробьевку, но и поможет местным жителям пережить весеннее половодие. Здесь две реки. Они в некоторые весны разливаются очень широко. От одной деревни до второй. Вплоть до того, что на лодках плавают здесь. Пусть она в 10 лет раз разольется, но это будет беда. Поэтому здесь заложены насыпи высокие. Вот в данном случае вот эта дорога, насыпь ее 2 метра, мосты до 5 метров высокие будут, чтобы была пропускная способность водотока. Земляных работ дорожники выполнили на 80%. Через 2-3 дня будут сыпать песок и щебень. А там не за горами и укладка асфальта. Конструкция хорошая заложена. 33 сантиметра щебня, 10 сантиметров песка, 6 асфальта. Для этой дороги это очень даже хорошо и отлично. Ну а потом уже все благоустроится. То есть отсыпка обочин, откосы, выравнивание, куветы, металлическое ограждение, установка знаков. Ну все, от чего благоустроена дорога. Дорогу строить будут прочную. Выдержит она любые транзитные большегрузы. Но главное даже не это. На две деревни осталось всего 550 человек. Может именно эта дорога и возродить тут былую жизнь. Эти села уже как бы заглыхают. А с приходом этой дороги они снова начнут возрождаться. Газ есть здесь. Как правило всегда где проходит дорога, дома возрастают в цене на порядок. Значит люди будут жить, значит достраиваться. Кто-то дачно, кто-то жить. Первые автомобили проедут здесь уже через 3,5 месяца. Срок сдачи новой дороги первая декада ноября. Заканчивается и строительство второго этапа юго-восточного объезда Курска. Переоценить значимость этой дороги очень сложно. Обход свяжет два международных маршрута, проходящих по автодорогам федерального значения М2 Крым и А144 Курск-Воронеж-Борисоглебск. Вы видите улицу Магистральная сейчас. Открылся онкологический центр. Практически те люди, которые живут на улице Магистральная, они испытывают колоссальные неудобства. Тот транспорт транзитный. А вы видите, если сейчас вот постоите здесь на путепроводе и посмотрите на существующую дорогу, здесь более 100 единиц проходит буквально за 5-10 минут. И вот это позволит увезти весь транзитный транспорт окончательно с дорог с улиц города Курска. Строительство юго-восточного объезда ведется в три этапа. Первый – обход деревни Зорина в Курском районе протяженностью 7,5 километров. Завершен в 2013 году. Областному бюджету дорога обошлась в 500 миллионов рублей. В 2014 году был построен участок 6,2 километра. Вы видели от обхода Зорина. И вот этот участок от первой автобазы до существующего путепровода был уширен. Затем началось строительство в 2014 году. Ну, опять же, повторюсь, за счет областного бюджета средств, вот этого путепровода, на котором мы сейчас стоим. Строился путепровод ударными темпами. Первую сваю рабочие забили 2 июля 2014. И спустя почти год основной монтаж был завершен. Наша съемочная группа следила за дорожной стройкой года. Вот те драгоценные кадры. Гидроизоляционные работы, установка стоков для влаги. В середине июня путепроводом занялись дорожники. Помогала самая современная техника. Бульдозеры с 3D-системой и спутниковой навигацией экономили время рабочим в 5 раз. Строители Курской области практически имеют все современные технологии, современную технику. И те задачи, которые поставлены, мы можем выполнить. И вот задачи выполненные. Путепровод получился 109 метров в длину, 20 в ширину и почти 7 метров высотой. Плюс служебные тротуары почти по метру. Этой конструкции, заверяют строители, будут не страшны никакие дожди и ветры. То, что он не будет качаться, это однозначно, потому что мост железобетонный. И он не подвержен таким гибким деформациям, которые воспринимают металлические мосты. Тем более пролетное строение до 33 метров, это тоже не такие гибкие сооружения, чтобы они могли от ведров качаться. Всего на работы второго этапа было потрачено 600 миллионов рублей из областного бюджета. Но оно того стоило. Четырехполосная автодорога с транспортной развязкой на двух уровнях. Пропускная способность 14 тысяч автомобилей в сутки. Разогнаться по новой трассе можно будет до 100 километров в час. Железнодорожный переезд, который так надоел автолюбителям, наконец можно будет спокойно объезжать. Движение из-за поездов не остановится уже точно. Значительно разгрузила эта развязка и улицы областного центра. Это не все хорошие новости для автолюбителей. Стартовал уже и третий заключительный этап проекта юго-восточного объезда Курска. Начинается он здесь, неподалеку от онко-центра. Заканчиваться объезд будет в 400 метрах от поста ГАИ в районе Селиховых дворов. Пост ГАИ где-то метров 400 от него в сторону Курска. На въезд с федеральной трассы в город Курск. Там будет путепровод, развязка. Всего предстоит построить чуть больше 9 километров автодороги. Последний этап юго-восточного объезда Курска будет реализован уже за счет федеральных средств. На эти цели выделено 833 миллиона рублей. План минимум расширить полтора километра существующей проезжей части до 15 метров. Дорожники уже приступили к подготовительным работам. Сейчас идет подвоз материалов, убирается верхний слой почвы. И только в 2016 году после осадки земли выйдут на следующий этап. Тут конструктив, который заложен в этой дороге. То есть два слоя асфальта, плюс я еще раз, тощий бетон мы закладываем здесь. Тот, который позволяет нам встроить дороги с качеством и с гарантийным сроком более 10 лет. В этом году будет готово расширение кольца, который находится возле онкоцентра. Оно увеличится в размерах. И будет сделано уже в покрытии полностью 340 метров. Кольцо 340 метров в дороге. Помимо этих сопутствующих задач на текущий год еще полно. Вот это переустройство коммуникации. Здесь переустройство газ, переустройство лэп, тусмовский кабель. Вот эти все работы мы обязаны выполнить, плюс компенсация людям за временные убытки земель. Благодаря этой развязке весь транзитный транспорт окончательно уйдет с городских дорог. А новенький асфальт, обещают строители, прослужит верой и правдой минимум десяток лет. Сдача последнего этапа объезда запланирована уже на следующий год. Редактор субтитров А.Семкин